Сегодня на улице 19 января, плюс 6 градусов, довольно-таки прохладно. Солнышко спряталось за тучку, мы решили прогуляться во дворе. Я хочу ответить на вопрос одной моей знакомой, которая написала, как переехать в Турцию. Я очень долго думала, как немножечко скоротить этот рассказ о том, как сюда переехать. И решила, что вам нужно построить план. То есть вот вы решили переехать, возьмите ручку с бумажкой, напишите себе такие три категории. Первая категория это то вопрос с жильем. Второй момент это устройство детей в школу и в садик. И третий момент это ваша работа. То есть вот вы работаете удаленно, или вы будете здесь работать, или у вас есть какой-то пассивный доход. То есть как вы будете работать. Это очень немаловажно. Потому что вопрос с жильем, я вам скажу, вообще нет никаких проблем здесь. Каждое второе агентство недвижимости русскоговорящее. Они вам все подберут, найдут. Хотите онлайн, хотите вживую, когда приедете. Со школами и садиками такой момент посложнее. Но я бы вам сказала, что решить его без того, пока вы сюда не приедете, вы никак не сможете. То есть вот нужно приехать сюда и сходить здесь по садикам и по школам. И вот третий момент это вопрос с работой решить. Где и как вы будете работать. Сделаю небольшую такую пометку о том, что если кто-то говорит, и вы это слышите и думаете, что... Ну да, у меня тоже так прокатит, как они рассказывают. Когда вот я смотрела миллион роликов, перед тем, как сюда переехать, я посмотрела миллион роликов. Реально, мне кажется, все, которые были. Что мы русские, мы там турецкие не знаем, ребенок ничего не знает, мы живем здесь. Отлично. Вообще не знаю, что это за история. Потому что русскоязычных школ в априори просто нет. Нет. Садиков тоже нет. То есть вы должны это понимать. Что вы будете здесь в большинстве все-таки общаться с людьми, которые не знают от слова совсем русский язык. И немножечко разговаривают на английском. Вот так. Вам здесь надо будет для всего нанимать переводчика, который будет с вами ходить и в школу, и в садик, и оформление документов. Если вы обращаетесь в агентство недвижимости, которое, конечно, сопровождает вашу сделку от и до, то да, вам как бы не надо будет. А если вы приехали, сняли, вам сделали договор о ренте на год, и вам надо идти делать и комет, то вы просто так сами его не сможете сделать. Там, знаете, если я пришел в магазин и сказала, дайте мне там пять яблок, окей, они вам дадут, как бы, если вы не знаете турецкого. А если вы придете и комет оформлять, как бы, вам никто ничего не сделает. Там надо реально понимать. Так вот, соответственно, нужны финансы. Все нужно будет платить за все. И за переводчиков, и за и комет, и за жилье. Соответственно, вы первое время работать не будете. То есть на это тоже должен быть расчет. Вот. Можете ли вы такое вот финансово потянуть? Мне бы очень хотелось вам сказать о том, что здесь очень хорошо. Я здесь безумно счастлива. И это все правда. Только если не думать о том, что, вот, как говорится, человек уехал с деревни, да, а вот деревни человека нет. Вот это какая-то такая история. Потому что вы уезжаете оттуда, думая, что здесь не будет проблем. Те же самые проблемы. Наживные, бытовые, финансовые, рабочие моменты. Все остается точно так же. Просто здесь из-за того, что тепло, как бы, погодные условия гораздо лучше. Фрукты и овощи, конечно, безумно вкусные и дешевые. Действительно, действительно дешевые. Вы не купите ничего у нас. Просто вот я ради парикола один раз написала такой пост, где я нашла шоколадку, которая стоила одну лиру. Вот одна лира, это 5,60. Вот скажите, что вы купите на 5,60 в России? Что? Я даже не знаю, сколько сейчас там цепички стоят. Ну, вот, как бы, выводы, да, вот из этого можно сделать. Потом, вот это все сопровождается такими, ну, хорошими плюсами. И все тут кайфушки. Ну, как бы, придется поднапрежься, да, как бы. Ну, ты как бы понимаешь, ради чего ты это делаешь. То есть, если ты хотел, ты шел к этому, вот, идешь, у тебя по пути какие-то препятствия. Вот ты их преодолеваешь. Ничего не бойтесь. И самое главное, знаете, если вы будете относиться к этому как-то, что на все люди, и не тоже люди, просто по-другому разговаривают, и все. Ничего не бойтесь. Пишите вопросы, на все буду отвечать с радостью, потому что не всегда приходят какие-то мысли, и такая, типа, о, сейчас про что-нибудь сделала. А вот так написали, и все, вот у меня вдохновение. Спасибо Кристиночке за то, что она задала такой вопрос. И я, наконец-то, собралась и выложила это видео. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok